Башкирский драматический театр завершил свои гастроли в Москве. Зулейха открывает глаза. По одноименному роману Гузель Яхиной стала главной постановкой, которую коллектив представил на суд зрителей и жюри премии фестиваля «Золотая маска». О том, как это было в репортаже наших московских коллег. Уже ставшая знаменитой у читателей, Зулейха впервые открыла глаза на театральной сцене в Башкирском драматическом театре, которому в этом году исполнилось 100 лет. Режиссер Айрат Абушахманов много ставит в родном театре национальной драматургии, но был так потрясен романом, что, не раздумывая, решил взяться за русскоязычную историю о судьбе татарской женщины. Впрочем, в спектакле Зулейха Башкирка. И это не единственное, что могло бы удивить автора романа. Для Гузель Яхиной это первое произведение на сцене. И когда она в первый раз приехала смотреть спектакль к нам в Башкирию, она в антракте мне говорит, почему так быстро-быстро все происходит. Я говорю, как же быстро, но спектакль не может длиться. Она говорит, я сижу, смотрю какую-то сцену, и я вспоминаю, что я ее писал три недели. А у вас, говорит, она за две минуты вот так вот проскочила. Гузель Яхина не могла пропустить показы в Москве. На спектакле ее явные поклонники не упускают возможность взять автограф. Автор нашумевшей Зулейхи признается, ей нравится спектакль Айрата Бушахманова. Мы совпали в главном, в двух очень важных вещах с режиссером-постановщиком, с Айратом Бушахмановым. Во-первых, рассказать историю одновременно и национальную, и наднациональную. Вот это, мне кажется, у него получилось очень здорово. А второе, это передать отношение к трагедии раскулачивания. Это было сделано, мне кажется, в постановке «Блестящие». Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом, но визуальные образы оказываются ярче слов. Недаром номинации на маску за сценографию, костюмы и свет. Роман Гузель Яхиной описывает драматический период в истории страны 30-40-е годы 20-го века. Раскулачивание, репрессии, ссылки – страшный фон судьбы главной героини Зулейхи. В спектакле ее играет Римма Кагарманова. Актриса всегда сама наносит свой грим. В этом ей что-то сакральное, помогающее настроиться. Этот грим же не просто так, он что-то значит для образа, для спектакля. Наши красноармейцы, то есть люди, которые более такие отрицательные, они глиной намазаны. А я как бы деревенская девочка, это белой глиной. Действия спектакля мифологизированы. Быль через сказку, жуткая правда через метафоры. Чекист оборачивается Сталином, расстрелянный муж Зулейхи, медведем в окружении призраков умерших дочерей. В Уфе билеты на спектакль раскупают за два месяца. В Москве с шестью номинациями на «Золотую маску» выступать почетно, но очень волнительно. В Москву, когда приезжаешь или еще куда-то, зритель очень внимательно, тишина. И вот неподготовленный актер национальный вначале думает, что все, нету контакта, провал. У нас зрители могут во время спектакля разговаривать. Они могут даже какому-нибудь отрицательному герою что-то сказать, ну, свое отношение, типа ты плохой. А на этот спектакль тоже так активно реагируют? Какие ремарки слышны из зала? Ну, ужас там, ну, как они могут так, где совесть? Вот такие слова могут говорить, да. Боярья Кудрявцева, Александр Кубасов, Новости культуры.